До конца следующего года число беженцев из горячих точек, добравшихся до Европы, составит 3 миллиона человек. Это цифры, которые прогнозирует Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Уже в феврале ежедневно в Старый Свет будут прибывать 5000 человек. И это по самым умеренным подсчетам. Глава МВД Германии предложил ввести ограниченный статус для тех, кто бежал из Сирии, и запретить нелегалам привозить семьи. Так Берлин пытается справиться с наплывом беженцев. Но ведь другая сторона медали банально понятна и состоит именно в том, что лишь прекращение сирийского конфликта может прекратить и поток бегущих. Мой коллег Георгий Алисашвили побывал в турецком лагере беженцев, где спасаются те, против кого ИГИЛ устроила настоящий геноцид. Курда-Езида, захватив города на севере Ирака, террористы расправились с общинами тех, кого считают еретиками, с особой жестокостью, не пожалев даже грудных младенцев. Мы все жили в Кабани, это всего в 15 километрах отсюда, а сейчас вот где мы живем. И это еще хорошо, я каждый день думаю о том, как мне повезло. Те, кому не повезло, погибли, а они выжили под пулями боевиков ИГИЛ и успели протиснуться в открытый Турции коридор для беженцев. Но на этом их везение закончилось. Одинаковые палатки у всех не должны вводить в заблуждение. Их приобретение – это разовая акция нескольких благотворительных организаций, но никакой регулярной финансовой помощи беженцы, живущие здесь, не получают. Это неофициальный стихийный лагерь-город для тысячи человек. Таких на турецко-сирийской границе десятки. Конкретно в этом живут сирийские курды-язиды, неверные, подлежащие физическому уничтожению, как решили эмиссары ИГИЛ. Год назад Анкара под давлением курдов турецких позволила жителям Кабани переждать здесь войну. И, кажется, забыла про них. Внутри все предельно аскетично. Пол уложен кирпичами и деревянными досками, а сверху покрыт тонким ковром. Спят люди на обычных матрасах. Собственно, это все, что осталось у семьи, живущей здесь. Палатка хорошо продувается, и летом это неплохо. Но беженцы с ужасом ждут наступления зимы. Ширин видела, что случилось с ее отцом, а Асмет и Шуикет его плохо помнят. Поэтому я им ничего не рассказываю. Мужу Берибан боевики отрезали голову на глазах у дочери. Женщина говорит об этом спокойно. По ту сторону границы война продолжается. Но в лагере даже дети не реагируют на ее внезапные проявления. Они знают, это либо ДАЭШ, так здесь называют ИГИЛ, либо те, кто против них. Далеко, но не настолько, чтобы этого не слышать. Я хочу вернуться в Кабани. Здесь живут преимущественно женщины, дети и старики. У лагеря нет названия. Между собой местные называют его просто «Город-вдов». Мы никогда не думали, что такое может случиться. Мы до последнего надеялись, что мир не будет на это смотреть и вмешается. Где был мир, когда наш город окружили исламисты? Мой муж и его друзья не думали, что будут воевать против такого зла в одиночку. Они погибли. Мне больше нечего вам рассказать. Сейчас я нарежу овощи, баклажаны, перцы и помидоры. Потом буду это варить. Вот и все, что мы здесь едим. Первое время Фрия и ее соседи жили надеждами на возвращение домой. Но чем дольше шли бои за Кабани, тем очевиднее становилось – возвращаться уже некуда. Турецкая, сирийская граница контролируется слабо. В этих местах и вовсе условно. Но даже туда, где боев уже нет, возвращаться бессмысленно. Вот он, тот самый город Кабани. Мы видим, от домов остались одни руины. Официальные лагеря сирийских беженцев Турции – закрытая зона. Мы смогли получить разрешение на съемку, но только приехав в лагерь Низип-1, узнали, что к самим жителям этих типовых домиков, стоящих прямо на границе, журналистов не подпускают. Сирийских беженцев Турки охраняют как заключенных. Сам лагерь поделили на несколько зон, каждая из которых ограждена вот таким забором с колючей проволокой. Причем перемещение между зонами разрешено далеко не всем. Единственный доход этих людей – пособие – 30 долларов в месяц. Начисляется на специальные карточки, которые можно использовать только в местном супермаркете. Исключение – лишь для беженцев врачей и учителей. Им разрешено работать в больнице и школе. В этом лагере одном из 25 официальных лагерей сирийских беженцев Турции живут 10 тысяч человек. Вся инфраструктура каждого поселения создавалась с нуля и с большим запасом. Турция готовится к небывалому наплыву беженцев, но не оставляет попыток увернуться от очередной волны. Ведь даже на содержание сирийских курдов, которые уже проникли в Турцию, денег нет. В лагерях сирийцам их не подселишь, так можно получить еще один конфликт. А строить новые поселения слишком накладно. Но они возникают сами по себе. Этот район в Газиантепе называют маленьким Алеппо. Здесь компактно проживают сирийцы, а беженцы первой волны даже открыли свои рестораны и магазины. Вот один из них – Шам, что означает Дамаск. Здесь у нас шашлыки из курицы, говядины, кебабы из баранины. В Турции, так как мы, их никто не готовит. Мохаммед из богатой сирийской семьи. Пока его братья воюют, он, кстати, отказался уточнить за кого, перенес семейный бизнес в Турцию. Дело пошло, с властями удалось договориться, а от дешевой рабочей силы – отбоение. Мы не можем взять на работу всех желающих. Но, конечно, все наши сотрудники – это сирийские беженцы. Да и местные не пойдут работать за те деньги, что мы платим. Европа готова выделить Турции 3 миллиарда евро. Но сама Турция на лагеря и пособия потратила уже 7. И за три года вышла на первое место в мире по количеству сирийских беженцев. В надежде перевести поток на восточный путь, Брюссель заманивает Анкару туманными обещаниями. От возможной скорой отмены виз для турок до серьезных подвижек в давно подвисшем вопросе вступления в ЕС. И пока идет торг, ни одна из сторон не дает никаких гарантий. Но сейчас от официальной Анкары мало что зависит. Если окно в Европу для сирийских беженцев закроется, караваны обездоленных людей потянутся сюда, в Турцию. И повлиять на этот процесс получится едва ли. Георгий Алисашвили, Дмитрий Киеновский, Никита Полуда, Ксения Гомонова, Александр Гусев. Первый канал. Турция. Продолжение следует.